Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью. С вами Мария Шматкова. Мы сегодня находимся в гостях в усадьбе Музея-Заповедника Александра Сергеевича Пушкина, в усадьбе Голицыных, знаменитой усадьбы. Здравствуйте, Александр Михайлович! Здравствуйте! Конечно же, хотелось бы поговорить сегодня о музее, о новых проектах. Вы не стоите на месте, у вас, мне кажется, не побоюсь этого слова, ежедневно что-то происходит. Постоянно усадьба наполнена событиями. Ну да, наш музей-заповедник, он расположен на территории двух усадеб. Это усадьба Везема, где мы сейчас с вами находимся. И вторая усадьба – это усадьба Захарова, где прошли детские годы Пушкина. Может быть, даже это основная усадьба, потому что все-таки музей-заповедник Пушкина. Каждый год мы обязательно делаем какие-то новые проекты, что-то такого нового внедряем. Ну, на этом и так и должна, в общем-то, жить сама усадьба и сам музей-заповедник. Если ничего нового не происходит, то это скучно и это неинтересно. Поэтому в этом году у нас год юбилейный. Это 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. И, конечно, в этом году мы пришли с подарками к Александру Сергеевичу, сделали мультимедийный проект. При очень активном участии Министерства культуры Московской области, благодаря нашему министру Нармену Актаевне Ширалиевой, здесь удалось осуществить очень интересный проект «Живые картины». И вот эти «Живые картины», они очень успешно работают, всех удивляют. Нас приветствует Александр Сергеевич Пушкин. Такие вот мероприятия проводятся. Сейчас у нас завершается работа по еще одному проекту. Это тоже в рамках этого же проекта. Будут в определенных точках в парке стоять небольшие такие датчики. Когда вы подходите к ним, они не очень-то будут заметны. Будет раздаваться приятная музыка классическая, небольшая, чтобы человека не напугать. И диктор будет рассказывать о тех памятниках, перед которыми вы стоите. То есть можно будет и покупать экскурсию, можно и не покупать экскурсию, не заказывать экскурсию, а просто прийти и послушать, узнать об истории этих памятников. Александр Михайлович, ну вы как человек, очень трепетно относящийся к истории, вот как вы относитесь к внедрению новейших технологий? Вот такое в историческое все-таки пространство, ведь все окутано историей, предметы, все настоящее. И тут? Да, вы знаете, я в общем-то человек... Современный проектор. Да, я в общем-то человек очень консервативный, как и все музейщики. Поэтому мне не совсем было понятно вот все эти мультимедийные навороты. Меня всегда раздражает, когда я вхожу в какой-нибудь музей, вижу огромное количество экранов. Я не понимаю, зачем тогда пришел человек в музей, он может лежать на диване и смотреть телевизор. И все это можно тоже само видеть. Но, вы знаете, у нас как-то это внедрено настолько интересно и настолько необычно. Я думаю, что вы были первым человеком, который протестировал все это оборудование. У вас внутри какое впечатление сложилось? Вы знаете, это дополняет, это очень дополняет экспозицию. Это удивляет и восхищает не только молодых людей, которые, в общем-то, все уже знают и в компьютерах, и с мультимедиа знакомы, но и пожилых людей, которые, в общем-то... Это совершенно не раздражает, это не является, так сказать, вставной челюстью в экспозицию. А это гармонично связано с самим проведением экскурсии, и это необходимо. Потому что музеи тоже должны продолжать жить в ногу со временем. И если ты не будешь поспевать за всеми вот этими новинками, то просто в музеи никто не будет ходить. Поэтому мы проводим различные мероприятия. И тоже многие кричали, вот зачем музей проводит мероприятие, мы превращаемся в парк культуры отдыха имени Горького. Вот. Но мы все-таки держим вот такую золотую середину, чтобы нам не превратиться в парк культуры, и все-таки оставаться музеем. Потому что главная задача музея – это, прежде всего, сохранить, донести до следующего поколения все наши достижения цивилизации, вот, потом показать, ну, а потом уже изучить, или даже показать на самом последнем месте, вот. Ну, у нас как-то жизнь сейчас развивается очень динамично, и в первую очередь у нас наоборот все перевинулось кверх ногами, мы сейчас в первую очередь показываем, изучаем, сохраняем. Ну, конечно, и вопросы сохранности мы тоже не забываем, потому что нам государство доверило хранить национальные достояния нашей страны, те предметы, которые остались со времен Пушкина, и мы должны, естественно, сохранить все это, донести до нашего следующего поколения. Появляются новые формы работы, новые фестивали, так как к 220-летию, со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, усадьба на один день превратилась, ну, не просто в карнавальное шествие, да, но и театральное, в первую очередь. Будет ли продолжена эта акция, и вот будет ли как-то в дальнейшем тиражироваться этот проект? Вы знаете, мы планируем, чтобы каждый год у нас отмечалось день рождения Пушкина, не только по обычной, по традиции, как мы отмечаем, первые субботы, воскресенья июня, но и 6-го числа. 6-го июня все-таки родился Александр Сергеевич Пушкин, и чтобы нам не забывать все-таки эту дату, вот тоже по предложению нашего министра, она предложила, ну, почему же мы все время отмечаем день рождения Пушкина в какой-то другой день. Не в его день рождения. Да, а в его надо день рождения отметить. Ну, мы тоже вначале, знаете, как так подумали, стоит, не стоит, соберем ли мы народ, не соберем. Знаете, столько было много народу, и это было, конечно, замечательно. Само действие и совершенно другой формат, нежели чем у нашего традиционного пушкинского праздника, все это было очень интересно продумано, как и конкурс, и театральный такой фестиваль среди театров. Приехали к нам 22 театра Московской области, они между собой соревновались, не было побежденных, были все победители, потому что по разным номинациям мы вручали грамоты, дипломы, во главе жюри сидел. То есть, получился такой настоящий театральный фестиваль. Да, конечно, это был, ну, самый настоящий праздник. Для кого-то фестиваль, для кого-то состязание, кому-то был праздник, и для детей здесь нашлось место, и взрослые получили большое удовольствие. Ну, вообще-то, мы проводим вот в этом году, как никогда мы отметили, конечно, 220 лет со дня рождения поэта, мы провели очень много мероприятий в июне месяце, они все были массовыми, очень интересными. Вот 1 июня у нас прошел фестиваль детский в Пушкин музей лет, он был приурочен в Дню защиты детей, и в этот же день, вот, обычно, это уже четвертый фестиваль, который прошел у нас, приняло участие свыше 700 человек в этом фестивале. В основном это дети из различных регионов нашей страны. Были не только Одинцовский район, не только Московская область, но и Воронеж, и Рязань, и Калуга, еще там, в общем-то, приехали ребята. Это был конкурс. И 2-го числа это вот был большой Пушкинский праздник, 44-й Пушкинский праздник, в котором приняло участие свыше 20 тысяч человек в Захарове. Очень большое мероприятие, прекрасно все было организовано. Огромное спасибо администрации Одинцовского района, комитет по делам молодежи в культуре Одинцовского района, которые, конечно, львиные доли на их плечах, они вынесли этот фестиваль. Мы были помощниками, вот, но они очень большие молодцы, все было очень четко организовано. 6-го числа у нас был Пушкинский вот театральный карнавал, про который мы говорили. Здесь уже Министерство культуры подключилось. Они профинансировали это мероприятие, так как все это недешево стоит. Но это стоило того, чтобы вот все это увидеть. Был действительно большой праздник. Затем у нас была еще пресс-конференция министра туризма Московской области, где приехали представители СМИ. Ну, у вас приходила презентация «Лето в Подмосковье» программы. Да, Наталья Сергеевна Виртуозова приехала. Она рассказала об этом проекте, очень интересном, как привлечь народ. Затем у нас 15-го числа был огромный фестиваль, гала-концерт ветеранских организаций Московской области. Это еще где-то порядка около 5 тысяч человек к нам прибыло. Это было, конечно, замечательное такое зрелище. Затем 29-го числа закрытие, наконец-то, фестиваля нашего, которому мы, конечно, немножко подустали. Вот, на закрытии было очень приятно. Мы демонстрировали балет Глиера «Медный всадник». Приехали потомки Глиера, внук Глиера приехал, это нашу великого советского композитора. Вот, и ремонт Глиер. И был даже спектакль нашей театральной студии «А какой он Пушкин». Вот этим мы завершили наше празднование 220-летия со дня рождения Пушкина. Сейчас мы готовимся к 225-летию со дня рождения Пушкина. Я вот уже подписал обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Было составлено обращение, подписались все директора пушкинских музеев, пушкинских заповедников с просьбой, чтобы Владимир Владимирович сдал постановление о праздновании 225-летия со дня рождения Пушкина. Ну, зачем этот нужен документ? Это, естественно, какое-то финансирование пойдет. У нас тоже есть свои проекты, чтобы мы хотели как-то украсить нашу усадьбу. Это отреставрировать и здание Риги, и отремонтировать здание хозяйственное строение у нас есть, там, где мы хотим разместить нашу великолепную библиотеку. То есть, есть еще к чему развиваться, конечно, не забыть и об усадьбе Захарова, отремонтировать дом, отреставрировать. Есть там проблемы у нас некоторые. И, конечно же, удастся или не удастся к этому времени восстановить флигель, восстановить какие-то хозяйственные постройки. То есть, планов у нас громадье. Вот, здесь не устаешь, как говорится. Александр Михайлович, планов много, реализация, я думаю, не заставит себя ждать. Все-таки, если говорить о самом любимом вашем месте в музее, оно где находится, где расположено? Все-таки в Захарово или в Больших Веземах? И что это здание, возможно, часть парка? Вот что для вас самое любимое и самое дорогое? Вы знаете, трудно сказать, это вот как пальцы одной руки. Я понимаю, но все-таки... Где я врежусь, там везде вся рука болит. Поэтому здесь трудно выбирать. Вы знаете, они обе усадьбы, они очень красивые усадьбы. Что подкупает, что они совершенно не похожи друг на друга. Конечно, приятнее, когда вы приходите в тенистый парк Захарова. Вы броете по аллеям Захаровского парка. Вы отдыхаете. Там поменьше народу, поменьше как-то вот... А еще если захватить с собой томик стихов Александра Сергеевича, тогда уже картина будет полностью готова. Это немножко одно. Здесь, в Везюмах, это ближе сердцу в том плане, что это моя родина. Я тут родился, я тут живу. Поэтому это, конечно, вот в этом плане, что... Ну, я видел, в каком состоянии, и в каком состоянии нам передали и усадьбу Захарова, и усадьбу Везюмы. Конечно, все невозможно сразу восстановить. Мы потихонечку все это делали с очень большими там промежутками. Конечно, это зависело и от финансирования, и от возможностей наших, и от сил. Вот. Но все, что смогли, мы вот все-таки воплощаем здесь. Поэтому сейчас наш музей-заповедник превратился из совершенно незнакомого места. Никто об этих местах не знал, даже в Министерстве культуры удивлялись. А что, разве было детство Пушкина, как нам говорили? И что, разве есть такое Захарова, есть Везема, это что такое? Это там, где вот эти руины все стоят. Вот было такое отношение. А сейчас, может быть, благодаря нашей настойчивости, благодаря вниманию со стороны и Министерства культуры, и местных органов власти, которые как могут, так нам помогают. Я, конечно, понимаю, что другое там финансирование, другие там есть сложности всякие, но они от нас не отворачиваются. Но все-таки за последние годы музей стал точкой притяжения туристов не только нашего округа и региона, но все-таки из других городов приезжают сюда? Да, наш музей стал точкой притяжения не только других городов и зарубежных стран. Это один из крупнейших музеев Подмосковья. По посещаемости мы, наверное, стоим на первом месте. Ну, в прошлом году посетило музей 315 тысяч человек. Это все-таки много довольно-таки. С каждым годом у нас увеличивается количество посетителей. Вот. И очень приятно, что мы стали известны не только на территории Подмосковья, на территории нашей страны, в мире. И мы, в общем-то, это говорит вот такие факты, что наш музей, являясь членом, вот долгое время был членом, вот я президиум Международного совета музеев, сейчас член ревизионной комиссии. Также мы входим в состав руководящих органов Союза музеев России, входим в состав правления нашего музея, ассоциации литературных музеев, сообщества пушкинских музеев. То есть наш музей очень известный музей на территории нашей планеты, я бы так сказал. Вот. Ну и одно из самых красивых мест, я не говорю, что это самое красивое место, но одно из самых красивых мест на территории, конечно, Подмосковья. На территории Подмосковья, на территории Одинцовского района. Мне вот хотелось прежде всего сказать и слова благодарности, и руководству нашему, и, конечно же, сотрудникам, которые очень много делают для того, чтобы поддерживать порядок, чистоту на территории одной и второй усадьбы. И вот создавать такую комфортную среду тем людям, которые сюда приезжают к нам. К нам приезжают не только посмотреть экспозицию, экспозиции у нас очень достойные, у нас много интересных предметов, и хорошие интерьеры воссозданы, восстановлены. Прекрасные выставки мы проводим, различные мероприятия, ну и просто отдохнуть, погулять по тенистому парку, вот, и насладиться. Покататься в реке? Да, можно и на лодке покататься, вот, в лодке покататься, и на лошадках можно проехать, и различные мероприятия мы проводим для того, чтобы было, ну, как-то не скучно здесь находиться. К нам приезжают и из Москвы, и из других городов буквально вот на целый день. Вот, есть, конечно, определенные проблемы, но я думаю, что проблемы эти разрешимые, вот, не сразу Москва строилась, поэтому, конечно, нет, хотя есть тут поблизости гостиницы, нам хотелось бы иметь прям вот, прям совсем вот рядышком гостиницу, но для этого есть все возможности, все необходимые там ресурсы, ну, конечно, есть определенные проблемы, надо людей выселить, предоставить. Все это в перспективе. Все это в перспективе, и об этом знает прекрасно и поддерживает наше чаяние и Андрей Робертович Иванов, глава нашего района, и министр культуры Нормин Актайна Шаралиев, и губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, который неоднократно бывал на территории нашего заповедника, и тоже, в общем-то, да, я думаю, что совместными усилиями мы сможем превратить эти две усадьбы, наши замечательные усадьбы, в образцово-показательный такой музей, где было бы приятно побывать не только начальству, но и простым смертным людям. Приглашаем всех посетить государственный музей заповедника. Приглашаем всех приехать к нам в музей-заповедник Пушкина, посетите усадьбу Захарова, усадьбу Везема. Это две очень интересные усадьбы, очень красивые, и можно вот приехать сюда. Есть что посмотреть, а чем похвастаться. Спасибо, Александр Михайлович, за интересную беседу. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на телеканале ОТВ. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»